Приветствую вас, и первое, что на нем сделать, дать мужчине время и себе тоже, побыть без друг друга, нарастать и ходить, для того, чтобы переосмыслить отношения друг к другу, понять, что вы друг для друга значите, и, возможно, осознавать, что вы как раз таки не можете находиться друг с другом, а быть в большей степени готовыми для того, чтобы что-то делать для отношений. Поскольку вы говорите здесь о том, что у вас были ошибки, то, соответственно, сначала поговорим про вас. Первое, что стоит отметить, это то, что любое поведение есть набор привычек, привычных алгоритмов решений, решений, как бы тире, реакции на определенные обстоятельства, определенные для вас, и вот именно это, в первую очередь, придется и вам менять. То есть, во-первых, переосмыслить цепь своего поведения, делать своих поступков, в том числе и те, которые нанесли вред мужчине. Далее, провести анализ мотивов, то есть того, что стимулировало вас разно разно допускать такие вещи. А дальше, после того, как это будет проработано, необходимо поставить новую цель, чтобы свое поведение изменить, чтобы сделать его другим, чтобы направить его в иное русло, чтобы оно качественно начало отличаться от того, что было до этого. Для этого необходимо и расширить ваше мотивационное поле, чтобы получить больше мотивов для того, чтобы свое поведение изменить. Ну, например, это быть смешиной, любить его, делать его счастливым, обеспечить себя будущим определенным, иметь семью, горе, детей и прочее. Мотивов может быть сколько угодно много, но чем больше вы их выделите для того, чтобы иначе отменять свое поведение, тем лучше. Далее, для того, чтобы изменить свое поведение, необходима воля. Воля – это поздравность, как и любая другая. Волевое решение основывается на уже отношении мотивации и на внимании. Внимание необходимо тренировать, фокусируя его примерно на каком-либо отдельном объекте материального мира и таким образом тренируя себя, концентрировать внимание, не распылять его нашим по-другому и тем самым помогая себе сохранять последовательность своих поступков. Вот, натренировав внимание, допустим, на простых предметах со все более увеличивающейся сложностью, вы можете с большей долей гравитности анализировать свое поведение и придерживаться благодаря волевому контролю того поведения, которое было бы лично ошибок, начинающих боль в мужчине. В качестве одной из мотиваций можно привести именно эту самую боль. То есть, попросите своего мужчину рассказать вам, как ему больно, как он прижимает реально в красках, чтобы вы их вот осознали для себя. Хотите вы, чтобы ваш мужчина так чувствовал или нет? И тогда у вас действительно будет очень большой стимул, чтобы так больше с ней делать. Ну и что касается мужчины, то тоже надо сказать так в словах. Дело в том, что вы, если свои ошибки по глупости делали в самом начале отношений, то раньше он это в принципе принимал, а теперь перестал принимать. И нужно узнать у него, а что же, если изменилось в его отношении, почему он перестал принимать ваши ошибки, ведь вы совершали их не первый день. И это тоже нужно с ним вам обсудить, чтобы вы ясно представляли, какие изменения произошли в его поведении. И можно ли эти изменения как-то направить вам во благо для отношений, или они кардинально повлияли на них так, что вы уже не в силах что-либо исправить. Тогда необходимо только лично делать выводы и больше стараться такого не допускать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Будьте благодарны.